Дэниел Джексон И мы продолжаем проходить с вами Tomb Raider 2 Девятый уровень Начну я его, наверное, с благодарностей То есть скажу спасибо тем людям, без содействия которых сроки выпуска этого видео были довольно туманными Ну а Лара у нас под водой, впереди видно люк в закрытом состоянии, поэтому дернем вот этот рычаг И первый, кому я сегодня хочу сказать огромное спасибо, это пользователь ВКонтакте под ником Isaac von Kampfer Или Isaac von Kampfer, я точно не знаю И я не буду рекламировать его канал, там паблик Я даже не знаю, есть ли они у него Просто я говорю этому человеку спасибо за то, что он задонатил Он захотел посмотреть продолжение Tomb Raider и внес в это свою лепту Так сказать, проголосовал рублем То есть я не говорю, что без него бы я не делал данный ролик Так Чувачок в зеленой кепке, по всей видимости, гринписовец Ты мешаешь мне с публикой общаться Так вот, конечно бы я делал прохождение дальше Но последние просмотры меня, прямо скажем так, не очень впечатлили Тот же Кинотоп набрал примерно столько же за меньшее время О, блин, тут у нас уже, у нас уже сзади палят, но это там чувак наверху Сейчас я все про него покажу и расскажу Может я и не стал бы так торопиться, судя по просмотрам Но человек задонатил и все, все, понимаете, взятки гладкие Мне мои моральные принципы уже не позволяют мне сделать ролик Поэтому, собственно, и делаю Так, ну а мы с вами, насколько я понимаю, в машинном отделении Потому что вот это вот вроде как поршня Они неравномерно ходят вверх-вниз И поэтому остаются всегда на разной высоте относительно друг друга Там вот, как видно, проход И там стоит чувачок, который в нас шмалял из Дарабагана Но мы к нему позже подойдем Ну, я так понял, это именно двигатель корабля Потому что он мне напоминает вот эту вот фотографию Это, кстати, именно один из механизмов двигателя всеми известного Титаник И, как видно, аналогия действительно очень серьезная Так, давайте взглянем на эти поршня Вот там вот наверху у нас имеется рычаг Но добраться до него сейчас не вариант Потому что поршня, видите, и самый крайний стоит очень высоко То есть мы на него залезть не можем А уж с него нам придется прыгать туда Соответственно, не пройдя первую инстанцию, не пробраться и ко второй Поэтому сейчас мы отправляемся в единственный открытый для нас проход Это вот в эти вот тоннели Мы, кстати, заплыли сюда из пробоины И это говорит о том, что во время крушения корабль, по всей видимости, разделился на несколько частей Поэтому из прошлой части мы вот по морским путям проплыли сюда В этот самый моторный отсек И я так думаю, тот двигатель, что мы видели Это, скорее всего, был самый главный двигатель корабля И именно он приводил в движение винты Ребята вообще неустрашимые, прям на пролом идет Кстати, меня попросили не называть их мудаками Кто-то из комментаторов к прошлой части Поэтому я их буду называть просто обмутки теперь Так что вот так вот, два обмутка палит смертью храбрых А мы шмонаем их, подбираем Гарпуны, которыми я фактически не пользуюсь Ну ладно, пускай будут И патроны для Магнума или Маузера Кстати, вот сейчас сквозь стену, когда я подбирал патроны, были видны бочки Поэтому мы сейчас немножечко вперед и сразу же назад О, дрожь земли прям натуральная Вот теперь вот можно двигаться дальше по этой Ух ты, елки-палки, еще один товарищ На, свинца Из-за звука костра, огня вот этого вот Походу не было слышно его шагов отчетливо Так, идем дальше Ну, судя по всему, например, перила на это намекают Эта часть корабля легла нормально Не в перевернутом виде, как прошлая Так, давайте осмотримся Дверь имеется, но она будет закрыта, бесполезна Вот там наверху рычаг, до которого нам никак не дотянуться И вот в том месте явно какой-то проход Но горящий костерок мешает нам туда заглянуть Поэтому нам остается только одно Зацепиться за кромку Вообще двигло на корабле это не то, что у машины Очень сложный механизм Помимо главного узла имеется еще и множество насосов Которые подают масло, другие подают жидкое топливо Еще одни проводят к главному двигателю охлаждающую воду В машинном отделении имеются также и сепараторы, которые очищают топливо от масла и примесей Компенсаторы, подающие сжатый воздух для пуска двигателей Также немалую часть места занимают и так называемые вспомогательные двигатели Которые вырабатывают электрическую энергию для освещения, отопления, работы разных устройств и механизмов На здоровых танкерах еще там может находиться паровой котел Который вырабатывает пар для отопления и подогрева жидких грузов Также может использоваться и для технологических нужд Ну это вот корабль, на котором непосредственно не только ловится рыба, но и производится что-то вроде рыбзавода Так, дернули рычажок И поднимаемся наверх Опять у нас какие-то тоннели На стенах изображены трубы и манометры Ну, что и должно быть в машинном отделении Так, это мы уже в какую-то кишку поднялись Ведь должны же быть шахты для обеспечения вентиляции и попадания дневного света Вот, может, она и есть Хотя вот здесь вот у нас рычажок И вот нам показывают, что поршни главного двигателя вроде как поменяли свое местоположение И скорее всего мы теперь сможем пробраться в ту комнату, где обмудок из дробагана в начале уровня у нас шмалял Здесь, кстати, как видно, стоит ящик, он нам будет мешать И нам придется его как-то убирать Так, спускаемся обратно к главному двигателю Вот, кстати, картинка одного из поршня, он очень похож на наши, которые представлены в этой игре Поэтому это то, что они здесь такие здоровые, это не какой-то там сюрреализм Они реально такими могли быть Ведь такой вот поршневой комплекс Титаника, если я сейчас не ошибаюсь Был по высоте сравним с четырехэтажным зданием А вот вам даже еще один пример узла из машинного отделения Тут даже людишки в сравнении приведены То есть можно воочию лицезреть масштабы Я почему и привожу аналогию с Титаником, потому что Титаник имел паровые двигатели А этот корабль, насколько я понял, он либо ровесник Титаника, либо даже чуть-чуть его старше Поэтому тут, по всей видимости, тоже использовалась еще паровая система Так, а вот у нас и первый секрет Сейчас мы его заберем Надо на ту платформу нам сигануть Ну давай, Лара, как ты умеешь красиво? Блин Честно говоря, думал, в стену впилюсь Что называется чистое везение Кстати, первый двигатель внутреннего сгорания, да, появился в 1884 году Кстати, у нас в России Его изобрел капитан морского флота Костович или Костович У меня какая-то проблема сегодня с фамилиями Но, тем не менее, можете гордиться Да, вот так вот И только спустя 12 лет, в 1896 году, свой двигатель внутреннего сгорания запатентовал тот самый Рудольф Дизель Имя которого у всех на слуху, хотя бы потому, что имеется дизельное топливо Дружище, ты ничего не перепутал? Так, Лара, не нервничай Прячь стволы, давай сейчас какие-нибудь ништяки с него поимеем Ну, а дизель просто более известен Потому что американцы всегда умели свою продукцию продвигать Они просто стали массово ставить ее на корабли В то время как мы, наверное, сделали эти двигатели только для... Исключительно для своего флота Так, вот мы подбежали к ящику Я уже не совсем помню, что это именно у нас за ящик Давайте ее подвинем А, ну это вот как раз тот самый проход На который я указывал снизу с комнатой с рычагом Да, но нужно еще немножко двигать дальше Так как если мы сейчас отсюда спрыгнем Мы просто потом больше не сможем подняться наверх Так как тут уступ сильно большой Поэтому нам надо еще один ящичек убрать Который находится немного подальше Вот в этой злачной темноте Вот так вот дизель заменил пар И на сегодняшний день как будто бы победа осталась за дизелями Но на самом деле лишь чуть более 50% существующего мирового тоннажа Это теплоходы Машины на пару используются также Так, мы снова в той же комнате с тем же рычагом Который приводит поршник к смене своего местоположения Нам ничего не показали Но был слышен звук вращающихся механизмов Поэтому нужно вернуться И вернуться через низ у нас уже не получится Потому как крайний поршень снова стал высоким И мы просто не сможем на него залезть Для этого мы будем возвращаться все через тот же зал Через который сюда и пришли Ну что же, друзья, время-то не стоит на месте Когда-то был пар Сейчас двигатели внутреннего сгорания Но в данный момент очень серьезное внимание Уделяется новым источникам энергии И в связи с этим большое значение приобретают нынче Так называемые судовые ядерные установки Кстати, можете посмотреть, что оттуда мы бы действительно сюда не поднялись Поэтому мы и бежали через верх А нам вот на ту сторону нужно К рычагу Кстати, можете обратить внимание, что тут везде висят цепи Я сначала тоже был немножко удивлен этому Ну мол, что-то тут цепи поразвешивали, как в каком-то фильме «Восставшие из ада» Но потом в процессе подготовки к съемкам нашел вот эту вот картинку И тут изображено машинное отделение паровой установки И как видно, цепей предостаточно После активации данного рычага нам показывается помещение с горелками В котором мы уже были И как видно, оно теперь затоплено То есть мы можем в нем плавать Поэтому возвращаемся туда Тут я немножечко щитерю Если это можно так назвать Спрыгну напрямую Не буду тратить время Да, немного покоцаю свое здоровье Но ничего страшного Аптечек, по-моему, у нас достаточно Так вот, нашел я эту картинку с цепями Но, честно говоря, я так и не нашел информации Для чего там все эти цепи нужны Но я так понял, наверное, может для перемещения каких-то грузов Или для поднятия определенных частей установки Может для замены или ремонта Ну, может, если кто знает, напишите в комментах Так, вот видим, что эти помещения у нас уже затоплены Поэтому ныряем сюда И попадаем в ту самую комнату Где как раз-таки рычаг у нас был сверху И мы его активировать не могли Но вот счастливый случай Теперь мы это сделать можем И он открывает нам ту заветную дверь Так, плывем туда и как можно быстрее Потому что дыхалка у Лары Крофтона не железная Или, вернее, будет, наверное, сказать, не резиновая Тут у нас обмудок в водолазной форме Но я с этими ребятами принципиально не хочу связываться Так, залазим сюда В этом помещении, в принципе, ничего нет Сюда мы выплыли только, чтобы набрать воздуха по новой Так как следующая подводная прогулка Нам предстоит немного подлиннее, да и поопаснее Да хватит в меня уже пуляться Будет звон Чуть не мотикнулся, друзья, бывает И вот в этом дальнем и затемненном помещении Ого! Это что у нас за челюсти спилберговские? Так Активируем рычаг Открывается проход И надо вот обратно плыть аккуратненько Потому что, чтобы вот эта штука нас снова не захавала И не забываем, что у нас там водолаз Так Проплываем мимо него И в открывшийся проход Давай, Ларочка Я верю в тебя Да что ж ты там застряла Давай быстрей Пока этот обмудок во всем облегающем не догнал нас Так, тут прошу прощения Кусочек буквально 10 секунд потерялся при записи Итак, осмотримся в новом помещении Тут у нас имеется дверь Имеется, собственно, рычаг ее открывающий Ну, активируем его Да, кстати, я ж про ядерные установки так и не договорил Да, они опасны Но зато известно, что энергия, выделяемая при использовании одного килограмма урана Примерно равна энергии, получаемой при сгорании полторы тонны мазута Тут у нас некое помещение с бочками, видимо, кладовая Обратите внимание на те вот панельки напротив Сейчас мы их будем открывать Как закрылки у самолета Раз И два И когда они открылись, мы, собственно, можем за них и зацепиться Кстати, вы заметили, что графика в этом выпуске Tomb Raider у меня стала гораздо лучше? Уже не такая пиксельная А за это скажем спасибо Дмитрию Пчелкину Вот тут сейчас я его фейс немного засвечу Прости, Димас, если что Именно он скинул мне правильные, то есть необходимые для этой игры настройки эмулятора Которые, собственно, я использовал И действительно графика намного улучшилась Так, у нас очередной рычаг и очередной закрылок Правда, теперь открывается вниз в прошлом помещении Ну что ж, возвращаемся туда Я, честно говоря, не особо силен в настройке эмулятора именно для PlayStation Поэтому Димон сделал очень доброе дело Не только для меня, но и для всех, кто смотрит мои прохождения Tomb Raider Так что можете сказать ему спасибо Так, ну а мы продвигаемся к той платформе, которая у нас недавно опустилась Судя, кстати, по этим дугам, по которым мы прыгаем Мы на самом дне корабля, походу, находимся То есть это его остов уже Так, здесь вот такие вот небольшие перуэтики И мы наверху Правда, я не совсем понимаю, зачем это надо То есть я, может, что-то подзабыл Или изначально неправильно делал Так как, по большому счету, можно обойтись без всех Кстати, вот этот вот чувак, да Я его убил, когда зашел в это помещение Но фрапс тогда секунд на 10 заморосил, поэтому вы этого не видели Так вот, по большому-то счету, можно обойтись без захода в прошлое помещение, в котором мы были Без дергания всех этих рычагов, открывания закрылков Так как можно встать просто вот на край этой платформы Сейчас желательно вот с самого края И запрыгнуть наверх Так вот лезешь, подымайся И тем самым весь труд, который мы проделывали до этого, вроде как обесценивается Но я в любом случае должен был показать то, что знаю Поэтому смотрите сами, решайте сами, как именно проходить это вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok